Здравствуйте, меня зовут Николай, я на Министерстве здравоохранения Украины как биоэнергоинформатерапевт. Все, о чем я говорю, является моим исключительно субъективным мнением и не факт, что я права. В жизни человек многое сам себя определяет, правильно или нет, показывает нам уже сама жизнь. Жизнь все рассудит и расставит на свои места. Все материалы, которые я пользуюсь, взяты из открытого доступа. Надеюсь, что вы найдете что-то для себя интересное. Сегодня хочу свое видение, пользуясь нумерологией, рассказать о Марине Ивановой. Это блогер, который живет в Италии, если кто-то не знает. И я ее периодически смотрю. Так немножко наблюдаю за ее жизнью уже на протяжении нескольких лет. Даже писала какие-то там комментарии несколько раз. И мне стало очень интересно. В ней есть такая, знаете, какая-то природная мудрость. И вот смотришь, ну, умная. Для меня она умная. Но она умная, вот, могут те, которые смотрят, скажут, что вы говорите. Она там говорит где-то неправильно и все остальное. Нет, я не о правильной речи, я не о каких-то там особенных знаниях говорю. Я о мудрости. Жизнь у нее, конечно, сложная была. И я все смотрела и думала, боже, ну, почему она вот так выстроила свою жизнь? Ведь, ну, в ней собрано столько всего. И как-то так вот жизнь ее выстроена. Ну, непонятно для меня было. Ну, почему она цепляется вот за последнего вот этого своего сожителя? Ну, я там посмотрела некоторые видео, там зашла, потому что я ее смотрю вот несколько лет только, чтобы все-таки разобраться. И вот нашла ее дату рождения. Я думаю, что это ее дата рождения, 25 апреля 1975 года. Вот немного все стало на свои места, но вот она пример того, как люди вот ставят свою жизнь на что-то одно. И вот она приближается к 50 годам, то есть сколько там осталось, совсем мало. И кажется, ну, вот, как для женщины, она все успела, да, и родить троих дочерей. Ну, жизнь так сложилась, старшую она не растила, но материально она содержала. Вот здесь так, к ней... Но, понимаешь, ну, что-то не то. Вот, ну, что-то... Понимаешь, что у нее должна быть жизнь какая-то другая. А все произошло, вот сейчас немножко расскажу и объясню, почему ее жизнь вот сложилась именно вот так. Вот у нее цель, то, что она, какие энергии, к чему она должна была стремиться, это... 33 и 6. Это комбинация знаком хорошего продавца. Она указывает на богатство. Люди обычно очень хозяйственные. Обязательно надо быть честными во всем, что касается денег. Ни в коем случае не брать чужого. Тогда удача останется на их стороне. И это еще символ власти у людей. Такими там и... Они и президентами стоят, и... То есть имеют и власть, и деньги. Но, какие-то... Жизнь у нее так сложилась, что ни власти, ни карьеры, ни денег. И 29.11, это расчетный третий, четвертый, знак творческого человека. Предназначение оставить след в истории. Вот она, кажется, вот преуспела на фоне других женщин, допустим, да, взять, которые начинали свою карьеру, связанную были с панцами. Она и с такими знаменитостями работала, и... Ну, кажется, вот, ну, мог быть, произойти какой-то взлет. Могла бы сделать какую-то карьеру совершенно другую, тем более вот с нее такими данными. Ну, а видите, она опять пытается что-то... Ездила там на конкурсы, и что-то... Какие-то там попадались ей мужчины. И она все отталкивает, все не так, все... И держится вот за этого Карла. Кажется, ну, вообще вот не вкладывается в голове. Ну, как? Почему вот так? Вот все, 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 все... Оттолкнула, оттолкнула. Вот она такая эмоциональная, такая вспыльчивая. И даже, можно сказать, к истерике. Особенно там, если мы когда-то с дочерью смотрели ее видео. Куда-то она там ездила за какими-то документами. Где-то там они приехали. Боже, как она там истерила. Уже сидела, думаю, боже, господи, полечи ты свои нервы. Оказывается, да, все это у нее есть. Один-один, один-два-два. И вот это дает три единицы, четверка. И что у нее нет восьмерки. Вот это все дает вот такую истеричность, вспыльчивость. И как видите, все предусмотрено. Один-один, один-девять-девять. Дальновидные люди. Они знают, как должно. Не могут сидеть на месте. Даже когда говорят, постоянно двигаются. Ну-ка, видите, все заложено. Вот там мне одна была женщина написала. Чушь, чушь. Да не чушь. Если ты немного знаешь человека, разложишь матрицу ее по дате рождения, все предусмотрено. Два-два-три-три. Человек позитив. Распространяет вокруг себя любовь к жизни. Способна подпитывать ее других. Заинтересована в деньгах и связах с противоположным полом. Ну, на самом деле, видите, она такая позитивная. И она, вот, и многие женщины ей пишут, что она где-то и своим примером, своим позитивом их поддержала. И у них какой-то вот стимул получился. И какой-то вернулся интерес жизни и прочее. То есть, 4-2-2 выдерживает монотонный труд. Ну, вот это любитель потереть, убрать, натереть. Вот-вот, это ей дает эти энергии. Так, 2-2, нет, восьмерки, 9-9. Очень эмоциональный человек. Протокол говорят, что не способна удержаться за их зубами. И, правда, очень сложно ей это сделать. Ну, да, это разговор бесконечный. Видите, все есть, все есть. 2-2-3-7. Невероятно везучий человек. Все успевает, любит возможности на лету. Вот есть у нее такие, видите, она могла все успеть. Но она все отталкивает, все отталкивает. Вот я смотрю, она заложена, у нее есть столько шансов, но она сама все себе портит. 2-2-3-3-5-5. Юморист может пошутить как над другими, так и над собой. Легкий человек. Ну, видите, все правда. Она ведь такая веселая, пошутит, учит простить. Вот там какая-то дама ее еще преследует. 3-3-9-9. Люди-эмигранты, готовые уехать и не вернуться. Вот она уехала на заработки в Италию и не вернулась. 4-9-9. Умеет быстро адаптироваться, упорно и монотонно идти к цели, работать на результат. 4-нет-восьмерки. Жесткий человек никогда не признает за собой вины. 2-2-5-5-3-3-9-9. Есть интуиция. Ну, там по ней видно, что она чувствует. И интуитивно вот она разруливала ситуации. Вот особенно с этой средней дочерью Софии. И вот 4-6. Люди, которые все несут в семью, служат ее интересам. И видите, ну как не верить нумерологии? Ведь вы посмотрите. Ведь она работает. И она и родителям помогает, и сестре помогает. И она, ну, все делает, чтобы вот именно семья, 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 семья. 3-3-5-7. Интерес изучения тайного, стремления к духовности, постижения себя. Вот это я в ней и прочувствовала. Я ей говорила, что у нее какая-то вот такая мудрость. Вот она рассуждает вот именно исходя каких-то духовных знаний. И вот она и говорит, девочки, простите. Девочки, не обращайте внимания. И вот она людей подталкивает, чтобы как-то упростить. И вот именно духовно расти. 2-2. Нет восьмерки. Человек эмоция. Такие люди выплескивают все, что у них на душе. Речь бешит вперед мысли. При давлении на них получают ответ взрыв эмоций. Ну и разом с тем, 3-3 нет восьмерки. Знак деликатности. Это очень понимающие люди, легкие. Вот в ней вот это такое, вот эти энергии вот так сплетены, что вот ее несет прет. И она как с этим Карлом. И как его ударить? И ему там... Ну и вместе с тем, ведь она вот именно и очень деликатный человек. Вот такой комок какой-то вот все связано, взаимосвязано. И это все вмещается в одном человеке. Нет восьмерки в две девятки. Обидчивость. Помнят все. Склонны причину проблем искать не в себе, а в окружающих. И вот что семья. Такому человеку нужно создать семью, и они к этому стремятся всеми силами. Зачастую себя свазывают узами брака довольно рано. И вот если разобраться, почему она не сделала карьеры, почему она не... Вот эта власть, деньги не сделала какую-то такую вот карьеру, вот такую вот это... Потому что вот она поставила все на семью. Замуж она выходила очень рано. Ставки ставились на рождение детей, на иметь вот этих мужей. И чем больше вот она, я так понимаю, ставила на все это, тем... Потому что это должно быть мимоходом у нее. И сейчас она за этого Карла держится. И вот, ну, все же интуиция ей подсказывает, что на него не надо ставить. Она же понимает, что это не тот человек. Она же понимает, что он ею манипулирует, ее использует. Ну, она прямо от него не может оторваться. А вот видите? Высокий уровень обаяния. Просто чарующая аура. Они очень ценят сексуальные отношения, склонны беречь текущие отношения. И вот этот комок энергии, противоречивый такой. И вот это все... Вот если бы она отцепилась от этого Карла, Марина, если ты, может, увидишь это случайно видео, сомневаюсь, я, конечно, может тебе послать его. Там предусмотрена такая услуга Ютубом. Да брось ты уже этого Карла. Ну, отцепись ты от него, а! Ну, строй ты уже свою какую-то... Ну, карьеру, я не понимаю. Ну, живет она, конечно, эмоциями. Вот, и она там как-то в одном видео и говорила. Она, конечно, не сможет вот эти эмоции прут, вот это все ставить не на тех мужчин. И вот понимая, что тебе надо заняться своей карьерой, и тогда все наладится, пока ты будешь держаться за мужиков, ты лучше используй мужиков, как тебя мужики использовали всю жизнь. Потому что ты свою цель не выполнила. Я к Марине очень хорошо отношусь. И, как видите, в ней нету вот таких негативных качеств, как вот в других я там рассказывала. Вот это как раз соответствует именно ее. Вот здесь Марина стопроцентна. Даже если это не ее дата, она на нее ложится стопроцентно. Марина все-таки должна свою цель выполнить. Иначе все будет неудачно, все не так будет сложиться. Ты должна быть богатой, ты должна сделать карьеру, ты должна добиться. Никогда ничего не поздно. Перестань держаться за мужиков этих. Это не твое, это так промежуточный должен был этап. Сейчас развязанные руки должна поменять свою жизнь стопроцентно. Я говорю, я в ней чувствовала вот эту какую-то такую природную духовность, вот эти энергии. Поэтому я уже ее смотрю несколько лет. Ну, не все, конечно, но стараюсь там, если есть свободное время, посмотреть. Так что, Марина, желаю тебе всего хорошего. Хороший ты человек. Ну, уже как-то загнанная лошадка. Где-то не на тех ставишь. Займись собой уже наконец-то. Желаю тебе всего хорошего. И чтобы все твои мечты исполнились. До свидания. До следующих видео. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok